МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Васвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працу Александр Хамоля. Глядите у к этому выпуску. Дежурство на выборчих участках, сдымки тематичных передач и пикеты. Компания по выборах депутатов Мясовых Советов в самой активной фазе. На варте дятинства сегодня отбылся врачистый прием у Гонорстагодя с дня створения комиссии по справах неполнолетних. Выники минулогодней деятельности и задач на 2018-е. Сегодня у института лесу отбылась выниковая коллегия Гомельского державного вытворчих алисо-господарчих объединения. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Компания по выборах депутатов Мясовых Советов 28-го скликания проходит спокойно и организованно. Про это сегодня журналистам поведомила старшиня Центрвыборка Малидия Ярмошина, передае Белта. При этом керавник ЦВК звернул увагу на помяншение колькости кандидатов у депутаты. Некоторые снялись с передвыборной гонки, але эта зъява не носит массовый характер. Тем не менее, у Беларуси нема округ, где б не б засталось ни одного претендента на депутатский мандат. И в протяг темы дежурства на выборчих участках, сдымки тематичных передач и пикеты на городских улицах. Компания по выборах депутатов Мясовых Советов зараз у самой активной фазе. Обе ей нюансах ведая Олег Синцеров. С 17 до 19 годин минавито в гэтый час зараз працуются в выборчай участке, где кожный може отрымать отказ на пытання якоэто часа выборов, а так само удакладнить ті унесена яго прозвища ў списы выборчаков. У вугуле сё літа на Агомишине утворено 1022 выборчай участки, але 41 з их, які знаходзіцца ў мету, становок і військовых частях, будуть працаваць тоге непосредна ў день выборов 18 лютага. Вельми значная активность выборчаков, пакуль назвать нелега, ў речі, многі они адноча голосавалі над ним і тым же участку, таму ўпэвніны, іх прозвища ў списі выборчаков будуть абавязкован. Зараз, да речі, адночасовыз організація дзяжурсов на выборчах участках члены комісій разносіць падамах запрашэння на выборы і інформацію об кандэдатах, апрачатагу на някаторых участках ўжо завершыні прагатавання да дэтэрміновага голосавання. Навэт урны падрахтавалі, апечатані яких адбудіцца ў присутніці ўсіх членов комісій махчамусі ў заявіця об собі, ад сустріч ў коліктівах і выступліні ў парадіо до організація пікетів. Правда, їх колькість часто обмежовується махчамусі доверніх особ. У делу пікетах я не можуть проймати тільки ў свабодній ад основній праці час. Ніхто більш актівній, ніхто менш, але у цілому пікеті – достатково эффективна форма агітации. Познакоміться з биографію кандидата, з його предвіборной программой. В свою очередь, во время пікетів, ми просим граждан, щоб вони оставляли свої накази, свої рекомендації для нашого кандидата. Разом з тим, у обласної комісії по выборах депутатів місцевих совєтів все не означають невеємі високу активність значної частки кандидатів. Ніхто ділячі на махчамусі створення уласних фондів для проведення агітаційної кампании скористалися йою далеко не усе. По обласному совєту где-то 25% кандидатів создали свої фонды. По районам совєтів – це в районі 10%. І по городському совєту – це в районі 25%. Виборча кампания відказана час не тільки для кандидатів, але і для сродку масової інформації. Кожнае вадання практично што день розміщає інформацію обході виборчої кампании, а так само рихтує спеціальні програми, присвячені выборам. Ток шоу «Головна тема» выйдє у ефір у понеделок 12-го лютого на телеканалі «Беларусь 4 Гомель» у 19.01.20 хвилин. Журналисты і гості студії не тільки відказали на питання, чому необхідність на вибори, але і мерковали цей шерох конкретних ситуацій. Що такоє містовая влада і що можуть зробити для населенства депутатів місцевих совєтів? Ті можуть бути депутатами молоді люди і в річці, чому більшість претендентів на депутатське посвячення у Гомельській області жанчини. С точки зрения гендерного равноправия – це добре, коли мужчина і жінки взаємодополняють друг друга в своєй роботі. Але, мабуть, є в цьому тревожний званочок, мабуть, просто мужчина, вони, мабуть, де-то бояться лишній відповідності. Олег Сентюрів, Валерій Капанько, Ігор Мариченко, телераду компанії «Гомель». У Гомеля відбувся вражний сход, присвяченість та годі створення комісії по справах неполоналетних. Отповідний декрет Совета народних комісаров був підписаний 14-го студене 1918-го года. Подробязність в наступному сюжеті. За свою 100-годову гісторію роботи комісія неодноразово м'яняла назви, однак сутність засталася неазменна і сьоня, гэта у першу чергу охова дзятей і увага з боку державы до їх тяжкій життєвій ситуації. Сьоня наватнельга підлічить, сколькі сямі і дзятячих лісов выратавалі супрацівніки комісії. Знакове падзею у роботі з дзятями і падлетками став падписаны у листопаді з 2006-го года декрет президента номер 18, аб додатковых мерах падзержав на обороні дзятей у неспраяльних сім'ях. А крім'я таго, сьоня у Гомельській області цалкам адмовіліся ад дзятячих інтернатних установ агульнага тыпу. Непіналітнія, які трапили у тяжкій становищі, жанокеровуються в Апякунскі і приємні сім'ї, а так само становяться вахованцями дзятячих дзятячих домов сім'ї наготыпу. По статистіці, за апошня 10 год, у три рази знізюся узровінь падлеткові злочинності. Значна скоротилась околькось випадку гібіли дзятей. Задачи стоят очень сложные, но они сегодня всем по плечу и всем субъектам профилактики. Мы на очередных наших совещаниях об этом говорим. Поэтому расслабляться нам некогда, нужно идти вперед. И задача одна сделать все для того, чтобы ребенок, который проживает в Гомельской области, был защищен государством и знал, что он живет в самой красивой, самой достойной стране. Поляпшение ситуации стало выником мотненкерованной працы, якая проводится комиссиями по справах неполнолетних и иншими субъектами профилактики. На летний период для молодых людей у тем лику с категории тяжких организуется працовная и патриотичная лагеря. Под эгидой комиссии по справах неполнолетних проводятся такие мероприемства, як курсантты, патриот, зорница, дятенство без гвалту, туристичные взлеты. Профилактика негативных зъяв у молодых Масеродзе, празд взаимодействия всех зацикавленных боков и организацию корисной занятий. Сегодня это одна из главных задач. З нагодой святкования юбилейной даты, самое активное и методонекерованное, отримали поддяки премьер-министра Республики Беларусь и гонеровые грамоты Гомельского облевиканкама. У лику с наградженых и телерадио компания «Гомель». В комиссии работают люди небезразличные. Работа очень тяжелая, очень ответственная. Задач ставится много. И выполнять их могут только люди, которые не считаются с личным временем, которые всегда днем и ночью готовы прийти на помощь. Евгения Кухаронак, Валера Гапанько, телерадио компания «Гомель». Выники минулого и планы на этот год мерковались сегодня на выниковой коллегии Комитета по праце, занятости и социальной обороне Гомельского облевиканкама. На соцтрешу приехали керовники гар и райвиканкама, домой, интернатов, громадских организаций и объединений партнеров. Как было огучено, социальная служба региона летось спрацовала стабильно. З'явились новые социальные послуги и формы работы. Так у першыню стала максимумом корыстаться послуга меняни, а одиноких пожилых людей почали брать под опеку приемные семьи. Активно вялась работа по праце у Латковани. Оказано саденничаной 30 тысячам грамадян. За их лику на новое працевное место у Латковани больше за 6 тысяч человек. Коэффициент напруженности на рынку працы за год упал на 0,4% пункта и на первое студение 2018-го склав 0,5%. Узровень зарегистрованных обеспрацовья на початах года 0,7%. Главное то, что система работала стабильно, своевременно оказалась необходимой помощи. Никто не оказался вне зоны внимания наших сотрудников. Важный, конечно, итог работы всего комплекса народно-хозяйственного то, что достигнут рост уровня заработной платы, увеличились доходы населения и в этом году важно сохранить эти тенденции. Также в прошлом году было увеличение уровня пенсионного обеспечения, росли пособия. Узровень заработной платы в регионе за минулий год у поравнании с попередним узрос большим на 14%. При этом самые высокие среднемесячные заработки были у Решицком районе, а самые низкие – у Лоевске. А крымя выниковых личбов, ну а коллеги огучили и планы на 2018 год. Забеспечение росту заработной платы во всех сферах повинна стать одним из приоритетных направлений. Разом с тем будет вестися подрыхтовчая работа для реализации у 2019 положения декрета номер один. Сегодня у Института лесу отбылась выниковая коллегия Гомельского державного вытворчого леса господарчого объединения. На ее мерковались выники минулогодней деятельности Галины. Вызначены задачи и намечены шляхи их выражения на 2018. Подробности в нашем наступном материале. Перед початком коллеги ее удельники смогли ознайомиться с досягненными инновациями Гомельского державного вытворчого леса господарчого объединения. На специализованной выставе разместились информационные стенды, расповедающие об деятельности районных лесгасов. Узоры готовой промысловой продукции на водвиды рослин отриманы и дякуючи уникальным технологиям. У целом летость леса господарчая объединения спрацевала вельми продуктивно. Выконаны все покажки социально-экономичной деятельности по выниках, что годового прав с поборництва – другое место в Украине. В регионе досягнуты лепши покажки по нарывтулцы драунины – 3 миллиона 900 тысяч кубичных метров. Не глядячи на такие добрые выники, актуальными застаются и проблемные пытания. Упершую чаргу гэта боротьба с усыханием кваёвых насаджэнё, выкликанным жуком-караедом. Пока он находится под корой, нет его размножения, сейчас вырубить каждое дерево, на котором есть признаки усыхания. Потому что к весне он начнётся размножение, вылет и начнёт заселять площади. Поэтому пока с этой задачей мы справляемся. Сказать, что мы уже победили, наверное, это будет неправильно. Но все ресурсы, брошенные, вы сами знаете, здесь находятся все лесоводы других областей республики. У нас от лесозаготовительных машин всех порядка где-то 250 и 180 находятся хорвестеров здесь, в Гомельском ПЛХО, и работают практически круглосуточно. По кульсилы частки работников лесной господарки, кинутые на санитарно-оздравленшие мероприемства у насаджэннях, что потерпели от жука-караеда, иншые ресурсы накераванные на лесоотновление. Гомельская область бэдай самый богатый регион по площади своего лесного покрыва, ино склады 1 млн 600 тыс. гектаров. Однако гэта зусим не обменяй биражливого ставлення до природы. За 2017 год нами было проведено лесоосновление на площади более 10 тыс. 800 гектаров. То есть мы восстановили вырубленные леса на этой площади. Я хочу сказать, что у нас все вырубки, которые мы вырубаем в плане сплошных санитарных рубок или главного пользования, они сразу же восстанавливаются или в этом году, или на следующий год, как правило, как идет разработка. В 2018 году у нас также объем лесоосновления превысит 11 тыс. гектаров. Это тоже большие объемы, но мы к ним готовы. О пытании лесоотновления на допомогу приходят и звычайные люди, что год в Беларуси ладится доброчинная акция «Тыдень лесу». Разом с работниками лесной господарки у делу ее принимают представники органов улады, громадских объединений, студенты и школьники. У сетых, кто разумеет, заховывающий лес, мы заховываем будущую. Летость на Гомельшине новые древы посадили, прикладно, на 1 тыс. гектару. По великим рахунку, это задел на перспективу. Подарунок, який оценят уже нащадки. Вероника Варашилина, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомель». У Гомеля можно будет купить объекты нерухомости для ведения бизнесу за некольки базовых. Фонд «Гомеля» был майом с 20 лютого проведе черговые аукционные торги. За две базовые величины можно будет набыть будинок по улице Шашейной. За восемь базовых продается двухповерховый будинок на улице Спортывной. Так само со знижкой у 80% выставлено на торги будинок энергетики на проспекте «Космонавт». Подрабязности на сайте фонду. Сегодня «Гомель» с рабочим визитом наведала делегация управления адукацией Чарниговского городского совета. Помеж городами подписано погоднение об супрацовнестве в гандлево-экономичной, навуково-техничной и культурно-аддукационной сферах. В этой сегодняшней встрече стал обмен опытом у сферы адукации. Его условие в «Гомеле» специалисты из Чарнигова оценили наглядно. Наведали несколько школ, городский центр коррекционно-развивающего навучания и реабилитации, а так само дошкольный центр развития детяти «Медуница». Ознаймилися с разными формами работы, у темлику с детьми, засобливостями психофизичного развития. Украинские коллеги выказали цікавость до инклюзивной адукации у «Гомеле», а так само до авторских программ навучания. У свою чаргу пропонували «Гомельчанам» на свои вочи оцениць чарниговские напрацовки у этой галине. Мы понимаем прекрасно, что и для нас, и для жителей Республики Беларусь самое дорогое – это дети, и мы готовы обмениваться опытом для того, чтобы создать максимально позитивные и открытые, доступные условия для получения качественного образования детям, в том числе с особенными образовательными потребностями. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by Далее в эфиры «Де-факто» и «Спортивный огляд». Я с вами развитываюся. Усяго доброго и до встречи. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сотрудники природоохранной инспекции выловили на Днепре двух рецидивистов. Нарушители закона успели поймать только 15 рыб. Но, несмотря на это, были привлечены к уголовной ответственности. Инспекторы патрулировали реку, когда на глаза им попались рыбаки-любители с двумя сетями. Улов у мужчин оказался небольшой. Общий ущерб, нанесенный окружающей среде, оценен в 15 базовых величин. Но повторное привлечение к ответственности предусматривает более серьезное наказание. В 2017 году указанные граждане привлекались к административной ответственности за незаконное рыболовство по части 1 статьи 1535 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Поэтому на сегодняшний день в деянии граждан усматривается состав преступления, предусмотренный частью 1 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В Хониках на пожаре погиб человек. Мужчину опознали родственники. По их словам, накануне вечером он ушел из дома и не вернулся. Неизвестные обстоятельства привели мужчину 1967 года рождения на собственную дачу. Однако идея переночевать там оказалась фатальной. Дом абсолютно не был оборудован для жилья в зимнюю пору года. 7 февраля на Центр оперативного управления в 4 утра 58 минут поступило сообщение, что в городе Хойники по улице Чкалова горит дом. По прибытию информация подтвердилась. Звеном газодомозащитной службы при обнаружении в 5.14 погибшего установлена его личность. Причина возникновения пожара устанавливается. Все подобные версии отрабатываются соответствующей группой. Сокрытие семейной поножовщины привело к смерти 43-летнего мужчины. 2 февраля во время ссоры его ножом ранил родной дядя. Проживали родственники совместно. И с целью скрыть инцидент было решено не вызывать ни скорую помощь, ни милицию. В течение трех дней раненый мужчина находился в доме без профессиональной медицинской помощи. В итоге 5 февраля он скончался от полученных ранений. Первоначально пенсионер пояснял, что племянник приехал домой, уже будучи раненым. Он получил якобы телесное повреждение от того, что упал на некий острый предмет. Однако впоследствии на допросе пенсионер все же сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело. Он подозревается в умышленном причинении телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Поездной поединок БЧ с Лидсельмашем получился сверхрезультативным. Хотя первый тайм выдался достаточно скромным в плане забитых мячей. К перерыву гости лидировали со счетом 1-2. В составе железнодорожников отличились Кусков и Можейка. А вот во второй половине зрители увидели настоящую россыпь голов. При этом явного лидера на паркете не наблюдалось. Преимущество попеременно переходило от одной команды к другой. Вратарям только и оставалось, что вынимать мячи из сетки. В итоге яркая и зрелищная игра завершилась ничью 5-5. Напомним, ранее свои поединки провели другие представители региона. ВРЗ дома разгромил минскую команду охраны «Динамо» со счетом 5-0. А Светлогорск на выезде уступил дорожнику. В результате турнирная таблица после 17 сыгранных туров выглядит следующим образом. ВРЗ с 38 очками расположился на четвертой строчке. Столько же у Лицельмаша и Витена, которые занимают вторую и третью позицию соответственно. Отставание от лидера столицы всего 2 балла. БЧ на седьмой строчке, а Светлогорск на 13-й. В Гомеле сегодня завершилось первенство области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. На протяжении двух дней сильнейших выявляли во дворце легкой атлетики. В соревнованиях были представлены как районные, так и городские команды. В составе каждой по 4 человека. Общая численность атлетов достигла отметки в 400 участников. Свои умения и навыки они демонстрировали практически во всех дисциплинах легкой атлетики. Программа первенства была очень обширной. Прыжки в длину и в высоту. Прыжки с шестом, толкание ядра, бег на средние и длинные дистанции. Исключение составило только метание копья из-за невозможности организовать баталии в закрытом помещении. По итогам областных стартов будет сформирована команда из 26 лучших спортсменов, которая представит Гомельскую область на республиканских соревнованиях. Будем стараться, конечно, попадать в призовые места. Борьба будет сложная. Но я думаю, наши ребята покажут свои лучшие результаты зимнего сезона. Я думаю, все будет хорошо. И о хоккее. На этой неделе возобновляется чемпионат страны. Завтра Гомель проведет поединок с Динамо Молодечно, а Жлобинский Металлург помиряется силами с Олигорским Шахтером. Обе дружины нашего региона проведут свои поединки в родных стенах. Стартовый свисток прозвучит в 7 часов вечера. В данный момент Гомель располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Металлург на шестой позиции. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Вставайтесь на Беларусь4. Продолжение следует...